Дорогие друзья, всем привет! Начинаем с нового бычка. Зовут его Борис, высота его 43 сантиметра, ширина 22, а может даже здесь и больше спереди, а сзади меряю. Да, может и больше, может 23. И, значит, 33 сантиметра он вот. Видите, да? Какая громадина. 33 сантиметра. Значит, сыночек назвал его Борис. Значит, это у нас папа, а Федя у нас сыночек. Вот. Значит, я буду показывать только первый слой. Вот. Значит, мы берем 2 миллилитра. Можно чуть больше, на 100 грамм. Вот. Я буду показывать только первый раз, потому что первая более самая такая ответственная. Соответственно, мы берем чуть-чуть больше двоечки. Нам нужно, нам нужно сделать, нам нужно сделать тонкий слой первый. Вот. Первый слой. Чтобы не было никаких завоздушин, чтобы не было пузырей. Вот. И чтобы мы все могли видеть. Вот. Вот. Это смешанный силикон. С двух частей. Значит, завтра я получаю уже силикон. А то у меня остатки там где-то 400 грамм. Ну, чтобы время не тратить. Потому что первый-второй слой, это очень долго. Это самое ответственное. Значит, берем мы новую кисточку, номер 20. И приступаем. Начинаем сверху. Потом, может, мы его положим. Вот. Начинаем сверху все промазывать. И оно должно, по идее, потихонечку начинать стекать. Вот. Значит, все мы должны успеть. Завтра я получаю силикон. И мы остальные работы начинаем делать. Вот. Если... У меня же еще пять картин или шесть. Я уже и запутался. Вроде... Вроде пять, вроде шесть. Как оно там? И вот. На них уже точно не хватит. Но их делать быстро. Их картины... Картины делаются быстро. Но... Картины я не буду показывать. Сейчас у меня другие задачи. Ездить, развозить. И делать новогоднее. Потому что сегодня уже 20 число. Вот. А у меня только фигуры отлитые и сохнут. Теперь их надо красить. Так. Наверное, я сейчас положу все-таки его. Вот. Вот. Вот так вот как-то. Потому что стекает, стекает. Что такое? А почему оно так? Не знаю. Так вот будет видно лицо. Чарожев. Вот так как-то, наверное. Вот. Значит, вы поняли. Да? Фигура громадная. Громадная. Такую фигуру вручную уже уже не польешь. Но такие фигуры спрашивают тех, кто тех, кто действительно использует копилки. Вот. Очень много людей очень много людей используют копилки. Они копилками собирают деньги. Вот. Я уже когда-то рассказывал, что люди там по 5-7 копилок имеют. Вот. И и так они собирают собирают деньги. На путешествия. На какие-то покупки. На мебель. Вот. Они знают. Это копилка на мебель. В месяц надо туда такую-то энную сумму отложить. Если не положить копилку. Вот сегодня, да, я как раз в лавке был. Пришла женщина. Мне надо, чтобы там была маленькая дырочка. Сову покупал. Ну, филина нашего. Все. Пришла. Раз, раз, раз. Там несколько секунд. Мне надо копилка большая с маленькой дыркой. Все. Дали ей этого филина. Потому что, говорит, если большая дырка, все будут вытягивать. Молодежь. Молодежь все повытягивает. Вот. Вот так многие об этом знают. и делают вот эти импортные копилки. Они не покупают. Потому что там дырка полсантиметра. Ну, и смысл тогда в этой копилке, если там такая дыра маха. Любой ребенок возьмет и вытянет. Вот. Значит, нам чуть-чуть помогли. Вот. с денежкой. Потому что, как объяснить, не в состоянии. Я еще там ездить, и все такое проще. Вот. к кому обращался к родственникам, мне сказали, ты неправильно просишь. Все. Вот такое. Я 58 лет, неправильно прошу тебя. Я же, ну, не по церкви же сижу, правильно? Я говорю так, надо мне. Вот. Надо и все. Да, нет. Вот такой разговор. Ну, что-то люди вот неправильно. Может, нам что там надо? Перед ними на колени, наверное, падать. Поклоны бить. Или что там? Пчелом обков. Может, вот так. Так надо просить. Ну, не научился. Пришел к человеку, которого 20 лет с ним никаких дел не имел. Говорю, мне там надо такую-то сумму. Ну, он говорит, иди к жене, сейчас я ей позвоню. Она дашь. Все. Никаких расспросов. Человек знает, что я ему отдам, и все. Ничего. А тут, елки-палки, ты неправильно просишь. А, люди, вы такое слышали? Это просто ужас какой-то. Куда мы котимся? Куда мы котимся? Да, такие обстоятельства. Все. Обстоятельства в жизни могут всякие быть. Ну, не собираю я деньги. Ну, что я могу сделать? Такая у меня натура. Есть деньги. Живем. Нет денег. Тоже живем. Что сделаешь? Так, вот уже кусочки пошли. Значит, это мы сейчас сюда. Вот, смотрите, 100 грамм. Ну, значит, 200 грамм. 200 грамм может нам хватит. Вот. Это, конечно, не относится к телефону. Я просто вам рассказываю, что может в жизни быть. Вот. Вот такое может быть. Такие чудеса. вы неправильно просите. Ну, не научили просить, но всю жизнь зарабатывали. Что? Что же делать? Если вы так считаете, что мы там просим, то вы глубоко ошибаетесь. Так, берем следующее. Следующее 100 грамм. И та же процедура. Мешаем. Надо двоечку, наверное, брать. Нельзя рисковать. Вот видите, чуть-чуть больше дал, и все, и проблемы. Ну, чуть-чуть там, тут больше 100 грамм просто. Так что, учитесь просить деньги. А лучше зарабатывайте их. Когда не придется. Ну, когда заболел, что тебе сделать? Заболел, все, ты не можешь, не можешь. У тебя все деньги, что у тебя были, они все ушли на лекарства. И все. Вот зараза, ушел, печет в башку. Сразу тебя наказывают. Не умеешь просить, не умеешь просить. Да, надо, значит, с детства под церковь сидеть, чтобы уметь просить. Так, ну что, мы мазекаем. Вот. Давайте уже эту сторону, да, потом развернем ее. Ох ты, печет собака. Это ужас просто. Значит, бык, вы поняли. Вот это уже солидная, солидная фигура. И люди такие просят. Она востребованная. Я понимаю, что ее много не продашь. Ну, у меня, вот это, как сказать, не бизнес играет, не бизнес, а вот желание сделать. Вот это у меня, оно все время сражается. Вот я там, где Иисуса делал. Я знал, что его не будут покупать. Ну, мне хотелось его сделать. Вот я ничего не могу с собой сделать. Вот охота, и все. Так и это. Вот охота этого быка сделать. Да, кто-то купит там. Я тоже понимаю, что многие. но он же же это. Он же не современный. Это обычно, видно, еще с 12-летней давности. Вот. Так что, значит, был сегодня, был сегодня, ездил сегодня, цун там отвозил, и смотрел, какие сейчас уже пошли. Ну, так сказать, чтобы сильно, чтобы сильно что-то интересное я увидел, я интересного не увидел. Да, такой стандартный бычок, как делают, более круглая форма, как на потоке делают. Чтобы был круглый, чтобы было меньше выступал. За такое вот никто не возьмется. Такое никто делать не будет. На потоке это исключено. Вот эти вот все, вот это все, это очень тяжело для формы. Ну, и для придется разбирать ее аккуратно, и все такое. Вот. Ну, сейчас, ах ты, трусится камера. Телефон, вернее. У меня не камера, а китайский телефон. Вот. Сегодня был у сына, он 36 гигабайт у меня памяти, и почему оно у меня так? Нифига мы понять не можем. Я полчаса, полчасовое видео, оно мне пишет, нехватка памяти, нехватка памяти. Что оно, как заколдованное, что-то. Может, не хочет телефон, чтобы я такие вот всякие, всякие такие вещи рассказывал. Ну, и что, жизнь такая. Вот. Так что, не всегда вам родственники помогут. Так, для этого родственника эти, эти там 10 тысяч, как 10 гривен, наверное, для меня. вот. И вот такое, вот такое, вот такое, в жизни бывает. Ну, ничего, что ж, роптать мы не будем, а будем делать бычков. Так, как вы поняли, да, как его зовут? Борис, да? тот Фёдор, этот Борис. Значит, кто его сыночек? Вот. Значит, у нас есть Борис, и у нас есть Фёдор Борисович. Вот. Фёдор Борисович. Будем делать красоту и иметь дело с нормальными людьми. А пусть все плохие там общаются между собой. Кто нас не понимает и считает, что мы бомжи какие-то. Должны падать и бить челом. Барину, барину, так сказать, челом бить. Вот. Пусть они там ищут, кто им там что делает, когда они им деньги дают. И с ними общаются. А мы будем делать красоту. И как мы знаем, что красота спасет мир. Они пусть свои деньги в ват заберут с собой. Потому что в рай такие люди точно не попадут. Вот. Но им это не понять. И никогда они не поймут. Как там говорится, сытый, да? Сытый и голодного не поймут. Вот так и тут. Не поймут они. Они считают, что они правы. И все. Так. Вот мы 200 грамм. Вот видите, значит, надо еще меньше. Наверное, сочно силикон нагрелся. Вот мы сделали два слойчика. Может, я даже не знаю. Может, поднять. Или мы сейчас закатаем третьими. пусть оно... Сейчас мы все эти... Все дырочки. Значит, смотрите. Из-за того, что у нас палки, да, мы можем его и приподнять, если нам нужно. Вот. Мы можем его стоя поставить. Но мы пока это дело не будем. Нам надо самое главное все места пройти на первый раз. Чтобы у нас все. Вот кисточка с длинным этим... с длинным... с длинной ручкой. Может, и надо было коротенько, чтобы сюда вот... Вот, видите, вот пузырик. Значит, все проверяем. Это большая форма. Значит, как я объяснял, у меня времени нет. Вот. Я ничего больше показывать не буду. Уроки, так сказать, всю серию видео я уже выложил. Там можно все прекрасно понять. Если кому-то что-то непонятно, пусть несколько раз просмотрит. Потому, что когда-то объяснял, что так мозг устроен, что за раз вы не освоите. Мозг первый раз 30% всего усваивает. Так, ну что, сделать еще вот эти 100 грамм. Замазать, чтобы уже был полностью слой. Вот. Бык, конечно, красавец. Если вы помните, да, 15 пачек. 15 пачек долларов. Вот. Вот такой бычок должен у каждого стоять дома. Так, ну что, давайте уже сейчас мы еще одну замесим и прошуруем уже вот эту дырочку. Сейчас мы уже больше, более густой сделаем. Так, мы в тот раз пятерку брали, да? Давайте, может, и в этот раз пятерку. Вот. 5 миллилитров. Главное, ничего не видно. Вот. 5 миллилитров мы делаем. Сейчас мы вот силикон, наверное, я получу после обеда. а это мы сейчас уже подготовим, просто подготовим на второй слой. И потом силикон приедет, я его разолью, подогрею, и не надо там сутки ждать, я его на уфо нагрею, и это, и мы его, а, ну, вы уже это не увидите, я уже буду шуровать, потому что нужно там за два, за три дня сделать формы. У меня же не только эта форма, у меня еще вот рядом, сейчас я покажу, стоят формы, потом еще маленькие там стоят. Вот, значит, формы есть, будем их, будем их шуровать. Так, заливаем эту канавочку, чтобы нам не мучиться, не мучиться. Вот, сейчас посмотрим, куда там оно будет течь, может оно течь не будет, может оно загустеет, в общем, будем смотреть. Значит, я так сделал с меньшим, с меньшим сделал так, бычком, и красота. Потом наносил еще слои, и очень-очень хорошо, что я так сделал. В общем, я доволен, что у меня получается ровный слой, вот, ровный слой у меня получается. Сейчас мы это все размазим, единственное, что мы нанесем ничего не дали, но мы можем сейчас размазать вниз, чтобы у нас уже был весь слой готовый полностью. Да, давайте мы сейчас нанесем первый слой, просто потом уже, когда силикон намазан, да, оно как-то лучше цепляется, ну, более не сказывается, когда вот первый слой есть, там, то есть здесь вот, да, вот, так что, друзья, учитесь это, учитесь просить деньги правильно, вот, у кого надо спросить, надо, ты мудаков, наверное, каких-то, у самих те, которые так говорят, ну, может, они не мудаки, а просто так, какие жизненные у них обстоятельства, что они привыкли, что все у них просят, все просят, да, все просят, всем деньги надо, шо ж, это, значит, на левом берегу есть один, ну, как-то, Валя, ну, так, мы с ним общаемся, там, значит, что он рассказал, я его спрашиваю, как у тебя тут аренда, сколько у тебя аренда, а он мне рассказал историю, что у него оказывается какой-то там дальний родственник, дальний родственник в Сибири, которого он и знать не знал, ну, есть такое, если вот родня большая, вы в Украине, кто-то там в Сибири, вот, разбогател, так, разбогател этот родственник, и начал искать по всему бывшему союзу, бывшему союзу, начал искать всю свою родню, и помогать им, вот он ему выкупил, ну, не буду говорить, что, чтобы человек не обиделся, но человек был в аренде, он ему выкупил, и все, и он уже собственник, вот, и так вот, кому магазин, кому, тот там шил, он ему швейный цех купил, в общем, он всем помог, всем помог, никто его не просил, он сам изъявил желание, так как он, вот, да, ну, так как он разбогател, и он решил, вот у него такое желание появилось, всем, всем помочь, своим родственникам, так что, я желаю всем, чтобы у каждого был такой, какой-то родственник, который не только думал о себе, и как, и как бабок набить из собой, могилу забрать, а чтоб и подумал о родственниках, и еще такой, маленький случай расскажу, значит, работал мой племянник у нас, и, ну, куда-то возил, там, меня куда-то возил, я уже не помню, или киев, или куда-то, и, значит, я ему плачу, я ему плачу, там, ну, там, 600, или 700, или 800 гривен, ну, это раньше было, ну, такая сумма хорошая, а мне моя супруга говорит, а зачем ты ему столько даешь, он же свой, вот, а я ей говорю, так своим же надо больше и платить, вот, а у нас какая психология, если свой, да, если ты там специалист какой-то, и у тебя куча знакомых, и тебя все нанимают, чтобы ты делал за полцены, и ты вот так вот всю жизнь помогаешь, помогаешь людям, и получается все нормально живут, а ты наполовину живешь, потому что тебе не платят за работу, так что, друзья, платите своим, платите своим, наоборот, больше, это ваши друзья, это ваши знакомые, надо менять вот эту психологию, чем урвать для себя, вы подумайте о человеке, если его там все нанимают, он там за копейки работает, то как ему жить, может у него проблемы из-за этого в семье, может его там жена за это пилит, или наоборот, если там женщина маляр какой-то, или штукатур, вот, платите всем своим реально заработанные деньги, не надо жлобиться, вы подумайте, подумайте о том человеке, что если его так все будут нанимать, так он будет, он вообще ничего зарабатывать не будет, он будет для своих делать, он как сын у меня, телефоны делает, 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 за копейки, так это свои, это свои, ну так этим своим надо иметь понимание, надо иметь понимание, что если человек будет всем своим делать за пол цены, то он будет без денег сидеть, Вот видите, снова другая тема Вот такой у нас силикон Вот У нас все переходит на жизненные истории Так что думайте Всем желаю такого родственника Хорошего Ну такой, наверное, один на миллион Вот И все, наверное, его знакомые С кем он общается Крутят у виска, что ты, мол, баран Что тебе никто спасибо не скажет И наоборот скажет, еще потом, что мало дал Да, может и такое быть Но вот у человека такое желание И он еще Он еще звал их всех туда к себе Он говорит Я вам там все куплю Приезжайте И, мол, типа там Сделаем какой-то городок и будет Вся родняк жить Я тоже считаю, что это глупая затея Потому что у каждого Своя жизнь У каждого свои понятия на жизнь Вот И всех собрать Это бы Я только прикидаю Пошли бы скандалы Между родственниками Это мы больше заплатили Это мы меньше Это мы уже все проходили Вот Сколько, сколько я знаю Людей так разваливаются Из-за этого Открывают вроде бизнес А потом А потом грызутся как собаки Вот Так что вот смотрите Вот этот бычок Как мы его назвали Мы его назвали Борис Вот Сейчас я его буквально За несколько дней Я его сделаю Силикон приедет завтра Я шурую Вот Первый слой нанесли И потом за день Остальные слои Полиэфирку надо будет найти У меня тоже там Несколько литров заканчивается И все К новому году Мы будем Вот с таким Борисом Так что смотрите Размеры я сказал Да Вот 43 высота 33 ширина 33 это у него Вот мешок выступает вперед Спина такая мощная И мешок Вот А Сам он по ширине 22 сантиметра Ну короче Громадина Громадина Я его Когда получал С меня на новой почте 160 гривен 160 гривен С меня скачали За упаковку Потому что Они взяли Самый громадный ящик Натолкали туда Этого Так я уже не помню Пенопласт был Вот Кусочками вроде был Пенопласт В общем Натолкали его Замотали в эту пленку 160 гривен Хотя это полистол Что с ним было бы Это ж не гипс Ну так вот они Решили заработать Это Так что Вот Всех желаю Таких родственников Хороших И Чтоб вам не говорили Что вы Неправильно Просите деньги Вот Деньги Просить В принципе Не надо Да нет Все Такой разговор Хочешь помочь Хочешь помочь Дашь деньги Не хочешь помочь Если ты считаешь Что ты там Враг семьи Ну я так считаю Человек не хочет помочь Значит все Значит он сделает Чтоб тебе хуже было Вот Это Ну это лично Мое мнение Вот Может вы как-то На это смотрите По другому Вот Если Человек О вас Там Заботится Думает О вас Он Должен Помочь По идее Если он не помогает Все Это уже человек Надо быть Очень аккуратным С таким человеком Вот Значит Что-то у него Какие-то мысли В голове Он знает Что надо Мне до нового года Вот это сделать А он не хочет Чтобы я это сделал Понимаете Вот такая у меня Психология Может она Неправильно Может я Я ошибаюсь Ну вот Я свои Такие мысли Рассказываю Вот Есть у меня Телефонный разговор Может я Когда-нибудь Его и Когда-нибудь Может его Вы его и услышите Когда будет Больше Больше людей На сайте Не весь Может кусочками Чтоб вы понимали Как может Человек Себя вести Все На этой грустной ноте Буду заканчивать Ждите Ждите Скоро будет Скоро будет Такой Бычок И вы можете Его поставить Под елочку Зовут его Борис Может так и Видео будет Называться Борис Новый Борис Ну не Моисея Это нормальный Бычок С бабосиками С золотишком Вот Ему грех Таким заниматься Как наш Этот Боря Вот У нас нормальный Бычок Простенький Но с бабосиками Так что ждите Ждите Новое видео И всем удачи Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова